На базе ряда колледжей Уральской районов сегодня стартовал городской чемпионат среди школьников Junior Skills Ural 2022. Свои знания и способности показали девятиклассники 15 школ города. Такой же конкурс сегодня начался и в трех районах области. Двудневные соревнования в профессиональных навыках среди школьников проходят в третий раз. Это более действенный формат профориентационной работы, считают организаторы. Соревнуются школьники девятых классов, то есть потенциальные студенты колледжей. Мы хотим определить уровень их знаний и навыков по технологии и трудовому воспитанию. Наша цель – познакомить детей с возможностями колледжей, более наглядно рассказать о рабочих профессиях, выявить интересы старшеклассников и помочь им развивать свои способности и увлечения, что в будущем сможет повлиять на выбор профессии. Если в первый раз конкурс проходил по двум-трем специальностям, то сегодня он организован по десяти компетенциям. В мероприятии «Показать себя» решили девятиклассники 15 городских школ, плюс такие же мероприятия проводятся со старшеклассниками 25 школ Шенгарлаусского, Бакюрдинского, Женгалинского районов. Алексей Антипин не планирует быть столяром, но каждый мужчина должен обладать элементарными умениями, считает он. Если умеет, он должен делать. Мужчина же. А если не умеет? Не умеет. Должен научиться. Но мы будем стараться, чтобы все было хорошо. Задание для конкурсантов компетенции столяр несложное, но интересное. Надо будет сделать нижние и верхние брусочки, сделать соединение, готовить крючочек и выдержать все размеры. По окончанию работы будет произведена оценка этого задания. И потом по окончанию конкурса ребятам будут вручаться грамоты. И они сегодня должны почувствовать нашу профессию, чтобы в дальнейшем по окончанию школы у них уже был выбор. Те ребята, которые хотят получить профессию, приходят, мы с удовольствием обучать, видят, только у них было желание. В город на сегодняшний день наша профессия востребована. Уральский политехнический колледж обладает сильнейшими мастерскими. Есть 3D-станки, плазменное резко дерево и другое современное оборудование для обучения столяров, плотников и других рабочих. По таким компетенциям, как повар, кондитер, парикмахер, водитель и другим, конкурс проходит на базе соответствующих профессионально-технических колледжей. Итоги будут известны завтра.